В режиме ЧС уже не первую неделю живут сразу несколько районов Кубани. Мостовский пострадал больше остальных. Вода затопила огороды и зашла в дома. Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать. Вовремя сработали оперативные службы, подготовили спасательную технику, не допустили прорыва дамб. Но ситуация в крае по-прежнему напряжённая. Синоптики вновь прогнозируют сильные дожди. В зону риска попадают 168 населённых пунктов. Это половина всей территории Кубани. Эти испытания, они для нас, к сожалению, будут продолжаться. Но рвётся там, где тонко. Есть ещё одна проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год. Это нежелание людей покидать зоны бедствия. В этот раз так произошло в Мостовском, Кривосковском районах. Многие не верят, многие считают, что сейчас чуть-чуть водичка придёт в дом и уйдёт и так далее. Поэтому я настаиваю и требую, нужно усилить разъяснительную работу. Надо объяснять людям, что в первую очередь они сами несут ответственность за свою жизнь. Задача власти в этой ситуации – предупредить. В первую очередь. Поэтому нужно ещё раз, ещё раз оценить ситуацию, обсудить какие дополнительные меры, сделать то, что не сделано и, конечно, свести к минимуму любые риски. На заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор собрал руководителей краевых и федеральных служб. На видеосвязь вышли главы всех территорий края. Руководитель Мостовского района сегодня приехал лично в Краснодар, чтобы обсудить меры по оказанию помощи пострадавшим от паводка. Докладывает в главе региона, как ликвидируют последствия стихии в муниципалитете. Ситуация абсолютно стабилизировалась, Александр Александрович. Нам очень помогли Кубань-Спас. На сегодняшний день мы занимаемся отработкой пострадавших домовладений, составляем списки, соответствующие документы для того, чтобы своевременно произвести компенсационные выплаты. Александр Ткачев поручил главе района и руководителям профильных министерств края не затягивать вопрос с компенсационными выплатами пострадавшим. В режиме повышенной готовности регион будет еще половину этого месяца и июль, поэтому в вопросах безопасности лучше перестраховаться, настаивает губернатор. Работать надо на опережение. Трагедия в Крымске стала серьезным уроком для всей России. Природные катаклизмы становятся все более непредсказуемыми и разрушительными. И задача – не допустить гибели людей. Объективно чувствуется уже подготовка, чувствуется ответственность, чувствуется системный подход. И вот наш принцип – не допустить, спрофилактировать. Те тренинги, учения, которые мы проходили неоднократно, все-таки дают, считаю, результат. Как и в этой ситуации, так и в других. Лучше перегнуть, лучше перестраховаться. Чем, так сказать, мы будем думать – авось пронесет, или это у соседа будет, у меня не будет и так далее. Стихии могут приносить разрушение. Стихии могут приносить огромные, миллиардные потери, уроны, экономический ущерб. Но потерянной жизни ничем не вернешь. И для родственников, для близких эта утрата невосполнима. Я буду жестко требовать, я буду отстранять от работы тех, кто сегодня не слышит нас. Сильные дожди уже повлияли на уровень воды в реке Кубань. На Краснодарском водохранилище увеличили сброс воды до 1200 кубометров в секунду. Но пока ситуация не вызывает опасений у специалистов. По белой лобе Кубани мы пока не ожидаем существенного увеличения уровня. Мы рассчитываем, что эти осадки мы пропустим достойно в связи с тем, что и под воздействием предыдущего паводка прочищены водотоки, прочищены стоки. И мы спокойно эти воды должны принять. О ситуации на Краснодарском водохранилище сегодня доложил также главный инженер. Он вышел на прямую связь с участниками совещания. По словам специалиста, водохранилище работает в штатном режиме. Опасности подтопления краевой столицы нет. Оперативные службы круглосуточно отслеживают уровень воды. Во многом удерживать ситуацию помогает современное оборудование. За последние пять лет на реконструкцию Краснодарского водохранилища федеральный центр выделил около двух миллиардов рублей. В прошлом году начатые работы по нижнему блефу, в этом году начатые работы по усилению парапета. Начала полностью сделана реконструкция судоходного шлюза. Совсем иная ситуация в Краснодаре с ливневыми канализациями. Улицы краевого центра превращаются в полноводные реки постоянно. Даже после небольшого дождя. Новороссийская, вторая пятилетка, московская. Это пример одного города. Но подобные случаи есть и в других районах. Поэтому губернатор просит обратить внимание на состояние ливневок всех мэров. А те муниципалитеты, которые недавно пострадали от паводков, должны помимо этого активизировать работу по расчистке рек от мусора и проверить еще раз состояние дамб. Мы заранее уже знаем и отслеживаем, когда вода подойдет тому или иному населенному пункту. Так вот, те улицы, которые подвержены воздействию подтопления, мы заблаговременно отселяем. Могу сказать с уверенностью, что и система оповещения, и система гидропостов, и датчиков работают в штатном режиме, в случае необходимости готова сработать по предназначению. Каково реальное положение дел на территориях, которые находятся в зоне риска, предстоит только выяснить. Александр Ткачев сегодня раскритиковал некоторых глав районов, которые подготовили скорее формальные доклады. То, что написано в документах, должно работать и в реальной жизни. Как оповещают население об угрозе наводнения, раздают ли памятки, проводят ли учения. Губернатор интересуется у министра ГОЧС. У нас есть провальный район, у нас там есть, где ситуацию не слышат, не чувствуют и просто сознательно валят ее. Специальная группа проводит объезд всех территорий по графику, где-то порядка сейчас 30 районов объезжают до конца полугодия, где проводится, так сказать, изучение ситуации. Проводим мероприятия с опросом населения. Вот по Калининскому району проводили опрос, подтверждается, что люди действительно по Отрадинскому району имеют памятки и так далее, и так далее. Есть существенный сдвиг в организации работы и подхода к обучению населения, к информированию, и уровень ответственности руководителей значительно повысился. Там, куда большая вода приходила не раз, уже готовы к любому сценарию природной стихии. Так, в Новомихайловке, пережившей не одно наводнение, налажена работа по оповещению населения. На реках установлены датчики и гидропосты. То же самое требует и от других муниципалитетов. Как выразился глава региона, настрой должен быть у всех боевой, начиная от главы, заканчивая рядовым спасателем. Только системная работа поможет спасти жизни людей. Евгений Вольский, Денис Перец и Денис Москаленко, 9 канал.